Для того, чтобы получить долгожданное разрешение на строительство объекта индивидуального или коммерческого назначения, необходимо пройти множество процедур. В первую очередь, необходимо проанализировать и разобраться с правоустанавливающей и градостроительной документацией, а затем приступить к проектным работам. Если ваш объект должен лаконично вписаться к уже возведенным объектам, то вам, безусловно, понадобится помощь опытных специалистов. Проектная документация на здание была разработана на свободной от застройки территории с учетом сложившейся застройки, с учетом здания, которые рядом стоящие есть. И разработана также была архитектурная часть фасада именно под существующую застройку. Сотрудники отдела генерального плана всегда в курсе изменений в законодательстве и имеют допуски к любой необходимой документации. Если вы решили усовершенствовать свой объект, к примеру, сделать небольшую пристройку, то и в этом случае вам смогут оказать необходимую помощь. Все работы с момента составления проектной документации и до получения желанного разрешения на ввод в эксплуатацию возьмут на себя сотрудники отдела генерального плана. Нашими специалистами был проведен анализ существующей ситуации и были даны рекомендации, что можно настроить второй этаж. В результате наших работ был подготовлен проект, который получил разрешение на строительство. В настоящее время объект находится в стадии реконструкции. После того, как работы завершатся на объекте, мы вместе с заказчиком пройдем процедуру ввода объекта в эксплуатацию. Всем знакома поговорка «сапожник без сапог». Однако внешний и внутренний облик собственного предприятия у этих специалистов на особом контроле. Фасад здания не менялся с начала постройки, поэтому специалистами нашего предприятия был выполнен проект, с которым мы обратились к исполняющему обязанности руководителя администрации городского округа города Чита, сапожнику Александру Михайловичу, который всецело нас поддержал. Более того, он сделал свое предложение по поводу благоустройства еще и прилегающей территории, что силами нашего предприятия и было выполнено. На сегодняшний день внешний облик Читы постепенно меняется, обновляются фасады зданий. Если вы решили задуматься о строительстве или перепланировке объекта, то вам обязательно пригодится помощь знатоков своего дела. Все процедуры по оформлению необходимых документов возьмут на себя специалисты муниципального предприятия «Геоплан», что позволит вам оперативно и правильно решить множество вопросов в режиме одного окна.